здравствуйте нож ht2 вот этот вот здоровенный красавец принадлежит лично мне нож ht1 предоставлен для всех обзоров интернет-магазином империя ножей и knifes.ru обзоры каждого ножа у меня есть на канале поэтому это видео будет совсем таким коротким и постараюсь чтобы оно было максимально информативным я хочу сказать что если вы решили приобрести какой-то из этих ножей то конечно лучше подержать их в руках но если вы берете заказывайте через интернет то я обозначу несколько моментов на которые впрочем стоит обратить внимание и при покупке в живую и так сверху поставлю специально ht1 и снизу ht2 и для начала пробегусь по характеристикам ht1 вот так чтобы все было красиво вес у ht1 240 грамм немало здоровенный парень у ht2 все 270 грамм общая длина ht1 227 миллиметр длина клинка ht1 98 миллиметров ht2 112 миллиметров толщина рукояти у нас одинаковая это два сантиметра получается толщина ширина клинка ht1 32 миллиметра ht2 35 миллиметров толщина клинка ht1 3 с половиной миллиметра хт2 4 миллиметра лайнеры по два с половиной миллиметра огромные толстые лайнеры и сталь используется на обоих ножах d2 и на рукояти плашки из g10 эти ножи объединяют общие моменты это в первую очередь я могу сказать сразу вот впаду в лирику это отменное качество сборки хорошие материалы и действительно отменное качество сборки то есть недавно со всеми я делал обзоры на бюджетные ножи мистер blade если честно сказать я не знаю наверно вы заметили это было некая в моих там словах уныние потому что это действительно достоинство этих ножей в том что они дешевые ну неприхотливые для себя но если именно скажем вы уже ценитель я в любом случае советую приглядеться к этим двум красавцам потому что этот и другой нож несмотря на то что производство находится в китае они сделаны просто супер действительно мне очень нравится как все подогнано как все высверлено как все выточено каждая каждая мельчайшая подробность говорит о том что это качественный нож но я могу сказать что эти ножи вот в моем представлении они на уровне таких действительно уже ведущих брендов несмотря на то что мистер блэйд это молодая компания значит и в одном и в другом на же клинья по центру у нас вот так и очень легкий флип но все равно приходится немножко работать кистью почему потому что клин и там и там ну очень тяжелый чуть-чуть чуть-чуть мне приходится добавлять так вот раз на самом деле несмотря на вот это вот микро подкручивание флипуются они очень приятно и мне нравится что в момент когда именно происходит флип и вот клин встает на место он немножко как бы так дергает руку потому что он действительно здоровенный он тяжелый по большому счету вот этот клин он сопоставим с каким-то неплохим клином какого-то фикси до 112 миллиметров и 4 миллиметра по обуху это практически фиксит если у нас двух с половиной миллиметровый лайнер и на том и на том на же стоит я извиняюсь за то что нож пыльный его постоянно сейчас ношу на кармане то никаких тоже даже каких-то вот намеков на люфт нет значит и оба клинка у нас модифицированный такой клип-пойнт присутствует подшипниковая система подшипники работают отлично и что еще могу сказать текстура g10 и там и там гладкая очень хорошо обработана g10 такое приятное на обоих моделях утопленная в рукоять клипса тип up переставляемая под левую руку вот здесь есть аккуратные выточены отверстия обе модели и ht1 и ht2 поставляются с клиниями лайнерами и клипсами или черного цвета или stone wash мне лично больше нравится черный цвет даже если он облезет даже если он станет таким скажем заслуженным уже поработавшим черным цветом все равно фокус вот поймал во-первых клипса черная черная клипса всегда на мой взгляд прикольнее чем белая но это я сейчас говорю только свое личное мнение поэтому как бы ну совершенно его не навязываю если мы смотрим на нож со спины получается что вот со светлыми лайнерами здесь идет переход плашка лайнер спейсер лайнер плашка какая-то зебра в черном варианте это просто какой-то нож бэтмена 50 оттенков черного какие у ножей отличия баланс значит баланс у ht1 идет в рукоять больше в рукоять вот так примерно у ht2 по указательному пальцу рукоять сама форма рукояти мне конечно больше нравится в ht1 то есть у ht2 рукоять очень удобная хорошая толстая такая ну ухватистая но если вот здесь вот рукоять классная суперская то здесь она просто великолепно это просто что-то чем-то обязательно если есть возможность подержите это в руках она более изогнута четко выражен вот этот вот горбик спинки и под пальцевые выемки они вот выточены и очень комфортные очень комфортно то есть действительно действительно рукоять у ht1 по моему личному мнению она гораздо удобнее хотя и это рукоять великолепно обратным хватом посмотрите здесь просто все родное просто все родное ht2 мне приходится немножко все-таки палец большой поднимать сразу еще по рукояти скажу что конечно ht1 это рукоять на среднюю и крупную ладонь ht2 это рукоять на крупную и очень крупную ладонь то есть ни тот ни другой нож на мой взгляд мужчинам с маленькими ладошками не подойдет потому что действительно рукояти крупные здесь еще есть такой момент вот продолжение скажем если вот здесь идет в ht1 более такой вот выраженный вот этот горбик спуск сюда и на клине как вот вы видите вот это место она гораздо четче выражена то есть вот упор под большой палец он поднят вот так вот но вот это вот выемка она более четкая здесь держать удобно здесь держать удобно действительно все замечательно здесь держать обалденно просто просто суперски еще один момент который говорит в пользу ht1 в ht1 четче выражен плавник флипера то есть во первых флиповать удобнее а во вторых он лучше защищает указательный палец от соскакивания на рк вот посмотрите вот здесь насколько хорошо выступает здесь насколько неплохо то есть я сейчас не говорю что ht2 хуже на самом деле по каким-то показателям ht2 лучше во первых почти полтора сантиметра клина это вам не просто так это действительно если вы любитель крупных ножей крупных именно клинив то это действительно как бы играет роль и в моем случае это сыграло основную роль плюс мне несмотря на то что вот здесь более выраженный вот этот вот упор под большой палец мне этот клин больше нравится вот честно скажу больше нравится здесь у нас такая вот прямая режущая кромочка тут присутствует рекорва мой взгляд это интереснее ну и на самом деле мне кажется что с учетом того что оба ножа они действительно хороши они действительно такие замечательные и несмотря на вот этот вот экстравагантный дизайн я действительно советую попробовать поиграть вот так вот потрогать если вас не смущает вес действительно большой вес этих ножей которые достигаются вот этими чудовищными лайнерами и толщиной клина я уверен что понравится вот так держать его в руках именно разными хватами пробовать крутить еще по поводу клинив хотел сказать что у ht1 клин у нас получается конечно короче но вот кончик посмотрите он реально мощнее он и шире и толще немного то есть выбор в любом случае делать вам вот такая вот такие вот общие моменты и такие отличительные моменты у этих ножей на самом деле мне лично эти ножи оба нравятся я очень доволен ht2 я обязательно приобрету себе ht1 только скорее всего тоже в черном цвете спасибо за просмотр всего доброго